25 глава, последняя глава первого тома «Капитала». Глава очень большая, очень важная. Она прекрасно характеризует и показывает, чем рабочий отличается от раба и от мелкого частного собственника. Кто прочитает эту главу, эти три разных понятия, окутать никогда больше не будет. Глава называется «Современная теория колонизации». Итак, начинается у нас с цитаты, что политэкономия принципиально смешивает два рода частной собственности. С одной стороны, это у нас собственность на труд, а с другой стороны, это собственность на эксплуатацию чужого труда. То есть, когда люди, с одной стороны, трудятся и сами зарабатывают себе на хлеб, на собственные средства производства. С другой стороны, когда они имеют средства производства, сами на них не работают и эксплуатируют других рабочих. Вот, к сожалению, политическая экономия тех лет, эти два понятия путала. И Маркс начинает с этой цитаты, как раз, разбор всех моментов. Мало того, что эти два понятия путать между собой не следует, так еще одно вырастает из другого. Или, как пишет Маркс, что последний вырастает на могиле первого. Итак, поехали. Первое. У нас, с одной стороны, есть Европа. В Европе на тот момент, 150 лет назад, первоначальное накопление капитала закончилось, там уже был полностью построен капитализм. Более-менее в целом во всей Европе, редким исключением, но в целом мы рассматриваем Европу как капиталистическую. С другой стороны, у нас есть колонии. А в колонии все гораздо интереснее. Там, по факту, на тот момент был феодализм, а кое-где даже еще и первобытное общинное общество. И начинается рассмотрение это с того, с простой цитаты, с концентрацией обычного факта. Что капитализм это не что иное, как отношение между людьми. То есть, как люди между собой себя ведут, так примерно экономический строй и строится. Первый пример из этой главы. Маркс описывает одного товарища, который поехал в Австралию поднимать там производство. Нарей Кусун назывался на этой Австралии. Он взял станки, средства производства, взял с собой рабочих, приехал в Австралию, попытался запустить заводы, пароходы, фабрики и ничего у него не получилось. Все рабочие, которых он привез, тупо взяли и разбежались. И работать на него за ничтожную зарплату никто не стал. Почему это было возможно? Дело в том, что в Австралии в то время было много свободной земли, никем не занято. И, соответственно, люди могли прокормить себя собственным трудом на собственных средствах производства. То есть, в частном случае, у нас на земле. До этого там был гениалит, а австралийские аборигены жили, грубо говоря, в каменном веке, производящего хозяйства не имели. А тут, пожалуйста, там, где абориген ходят, собирают корешки и убивают кенгуру, можно спокойно 10 человек прожить, которые будут вести скотоводцем заниматься, баранов пасти. Или, может быть, 100 человек спокойно жить на той же самой территории, если они будут выращивать растения и заниматься сельским хозяйством. Так наш горе капиталист, английский, попавший в Австралию, оказался перед фактом того, что у него есть средства производства, у него есть деньги, но нет рабочих. Если нет рабочих, то ему некому эксплуатировать, и, соответственно, никто не может зарабатывать ему прибыль на имеющихся в его станках. Там есть такая черешивая цитата о том, что, когда он туда приехал, у него даже слуг не осталось, даже слуги все разбежались, и тупо ему воды не было налить, подать, потому что все кинулись зарабатывать сами на себя. То есть, опять же, современная идея всех наших лебетарианцев, что буду работать сам для себя, никому ничего не должен, никакому дяде. Итак, мы как раз из этого примера хорошо, прекрасно видим иллюстрацию того, что капитализм, это не просто станки, если сопроизводство, это отношения между людьми. Если отношений между людьми нет, если нет людей, которые будут работать на станках, то и капитализма никакого не получится. Из этой ситуации выходит такая неприятная ситуация, что если нельзя найти свободных рабочих, которые будут работать на средствах производства, то этих рабочих надо заставлять работать на твоих средствах производства. То есть, мы занимаемся не наймом больных рабочих, мы привозим туда рабов. Соединенные Штаты, все мы прекрасно знаем, туда завозили негров, они работали у хозяев, их, если они куда-то сбегали, в отличие от австралийского примера, если негров бежал, его поймали, обратно притащили, он опять работает на хозяина. Поэтому не надо удивляться той ситуации, что в Европе уже давным-давно капиталист, да, средства производства, буржуи, наемные рабочие, а в Америке в то же самое время процветает рабство, как при самом раннем лировладельческом строе. Мера эта была абсолютно вынужденная, не потому что капиталистам так нравилось рабцам, а потому что людей надо было как-то держать в цепях, в колонках, чтобы они не разбегались и работали на капиталистов, приносили им прибыль. Другая проблема с колониями, да, в колониях не было рынка сбыта, то есть, если мы берем Австралию, где наши приехавшие наемные работники разбежались, или в Америке та же самая ситуация, что они делают? Он построил ферму, он там выращивает скот, занимается сельским хозяйством, полностью себя обеспечивает. Одежда своя, что ты вырастил, еда своя, все, что ты сделал, если берем на американских колонистов, там вообще люди туда ехали, которые были мастерами на все руки, то есть дом он сам себе построил, ему нанимать никого не надо. Климат прекрасный, чудесный, все растет хорошо, скот хорошо бегает, пасется, много приносит молока и мяса, жизнь прекрасна. То есть, колонист там себя полностью обеспечивал и покупал очень-очень большое количество вещей, которые сам не могут быть там. Ну, грубо говоря, за солью сходил и все. Топор раз в жизни купил, и потом этим топором все постройки построил, никаких проблем с этим нет. То есть, вопрос в чем? Люди есть, а рынка сбыта нет, то есть, никто ничего не покупает. Соответственно, и капиталисту туда нет смысла привозить товары свои промышленные, не продавать. Их просто никто не купит. Колонист на самообеспечение. Это было, в принципе, 150 лет назад, но мы сегодня можем такую же ситуацию представить, да? Когда говорят о колонизации Марса, вот люди сейчас поедут на Марс, разобьют там какую-нибудь колонию и будут там жить. Фильм «Марсианин», да, вспоминаем. Чем Марсианин занимался? Он посадил грядки, выращивал сам себе картошку, солнечная энергия дает тебе электричество, а ты на полном самообеспечении. Что тебя с большой земли тащить через весь космос? Не надо ничего тащить, ты можешь все получить на своей планете. То есть, опять же, перенося опыт Маркса и тогдашние колонии в современный мир, да, и колонизацию других планет, ситуация будет тоже самое. Доставить туда что-либо какие-то промышленные товары дорого, поэтому люди первое время будут находиться на самообеспечении. Им никакой капиталистам будет не нужен. Тут же очень интересный момент есть по поводу фермеров, которые в Соединенных Штатах у нас до сих пор существуют. Благодаря хорошему климату, благодаря большому количеству земли, опять же напоминаю, да, первые колонисты получали землю бесплатно. Вот ты себе захватил участок, сколько ты их смог, так сказать, отхапать. Застолбил, да, столбики поставил, все, твой участок, у тебя земля, она тебя кормит. То есть, поэтому на этой земле можно много-много-много поколений жить и спокойно этот участок твой ты не разоришься. То есть, он приносит достаточный доход для твоего существования. Поэтому, опять же, в Америке до сих пор существуют отдельные фермерские хозяйства. Люди там живут. Они сами себя обеспечивают и ничего не надо. Соответственно, землю он не продаст, она у него в личной собственности. И он живет тем, что там есть, если, конечно, не выродится. Если нефть найдет, то он еще в другой Киеве. Да, да, да. Нефть, опять же, становится нефтом сразу очень много желающих будет и о своей земле собнать по разными способами. Опять же, много американских фильмов, вспоминаем, да, как они там раздражают. Ну, не вестерн, а современных, в каком-нибудь там Техасе находят на земле фермеровая нефть. И этого нечастного фермера начинают всячески принуждать продажи земли. Сейчас в голову, честно, ничего не влезет. Может, сами потом вспомните. Харл Уготер там был? Не помню, честно. Несколько фильмов было, нет. Ну, звание «Голову» не влезет. Итак, фермеры, да. Опять же, сравнивая Европу и колонии, какие у нас появляются ситуации. С одной стороны, европейская страна, государство типа Англии, да. У него есть национальные богатства, именно английские капиталисты, которые владеют огромной жизнодорожной сетью. Это национальная богатство. Какая-нибудь там Америка в то время, когда была колония, там нет никакого национального богатства. Там, во-первых, колонисты все разные, с разных стран. Там нет ни больших железных дорог, ни каких-то огромных предприятий. Они живут сами себе, то есть никаких, в принципе, богатств у них нет. Что там у одного фермера? Две козы до коровы ты берешь, ну и уникну. Собственно, какое-то богатство никакое. Вот. И замечательная цитата тут из Маркса, опять же, что национальные богатства у нас тождественны народной бедности. В Европе много пролетариев, они нищие, бедные, живут очень плохо. С другой стороны, в колониях у нас пролетария, наемных работников нет. Каждый живет, кормится сам на своей земле. И, соответственно, здесь у нас есть богатство национальное. Здесь нет никаких богатств национальных, пока оно существует именно как колония. Тут же еще одна цитата, что в Англии в это время лошадей зачастую кормили гораздо лучше. Чем крестьян, работающих на земле. Так как лошадь в Европе большая ценность была и было мало. А рабочих было много, они никому не нужны были. В колонии другая ситуация. У каждого ковбоя по 10 лошадей. И, собственно, понятно, ковбой будет лучше кушать, чем у каждой лошадь в единности. Видя всю эту ситуацию, тогдашний политэконом приходили к очень интересному вопросу. Собственно, почему у нас в колониях рабство? В Европе у нас промышленность. В Европе хорошо, там много рабочих, они работают, много прибыли приносят. В колониях у нас рабочих нет, и днем сам днем не сыщешь. Приходишь туда рабов завозить, заставлять их работать, где-то искать людей, которые будут заставлять палкой бить этих несчастных негров, чтобы они работали. А как бы сделать так, чтобы в колониях было то же самое, как и в Европе? То есть много бесплатной рабочей силы, которая за копейки готова трудиться, и которую не надо тратиться на ковы, на прокорм, которые сами приходят, сами на тебя работают, и сами себя кормят. А ты не мучаешься с этими рабами, и с их насмотрщиками, и с их доставкой, и тому подобное. Какие тогда принимали меры? Ну, первое, это законодательно. Законы специально вводили такие, чтобы свободный колонист не мог получить землю в собственность, ее искусственно завышали стоимость на нее. То есть всяческие скомандатели строили припоны для приезжающих в колонии, чтобы они занимались не самостоятельным трудом, а работали на капиталистов. Это первая мера. Вторая мера, это ограниченность земли. Какие бы Соединенные Штаты не были огромными по территории, но быстро-быстро-быстро все колонисты застолбили всю землю, и вся земля была потеряна. То есть земля закончилась, но колонистам некуда пристраиваться. То есть он приехал в страну, он бы рад кусок земли получить, иначе там скот выращивать, или земледелием заниматься, или еще что-либо делать. Но земли свободной нету, купить у старых колонистов землю она уже дорого. И тебе делать нечего, ты идешь работать на капиталистов. То есть становишься наемным работником. И третья мера, опять же, сработала по поводу колоний, это то, что там свободные колонисты начали активно плодиться. Плодиться и размножаться, да, человек, как любое животное, активно размножается, активно делает новые поколения детей, их становится все больше. И, соответственно, опять же, свободную землю поделили, свободные фермы все заняты, людей много, куда третьему сыну фермера податься. На ферме работы уже нет, он идет в наемные работники. Немножко перейдя от 150-летней истории к нашему дню, мы можем, в принципе, наблюдать то же самое. Земля у нас вся поделена, везде где-то живут люди, свободной земли для постройки там собственной фермы уже нет. Единственное, куда остается, это вот такой Марс лететь. Соответственно, если мы на Марс не летим, колонистов у нас свободных нет. И пытаться поэтому жить своим собственным трудом уже не получится. Просто все ниши заняты. А там, где не заняты, нас подпирают с одной стороны население, население у нас продолжает на земле расти, а с другой стороны законодательные акты, которые нас ограничивают в своей свободе перемещения и свободе предпринимательства. Опять же, попробуйте сейчас съездить в ту же Австралию и там где-нибудь разбить ферму. Там начнется вам надо бить до жительства, выезд и тому подобное. То есть, с колонизацией все очень туго. Поэтому могу всем желающим предложить написать по этой главе статью, переработать ее на сегодняшний день. То есть, как колонизация проходила 150 лет назад и как она, допустим, происходит сейчас. Можно взять много разных примеров. Вот Советский Союз у нас был разрушен, население упало, земля освободилась. Есть куда ехать, есть куда колонизироваться, есть у нас примеры фермеров. Какие-нибудь староверы в Приморский край приезжают с Южной Америки. Вот, пожалуйста, можно эту главу переначать на современный АЛЛАТ и получится отличная статья. Дарю идею бесплатно, все желающие могут взять. Это 50% твои, да? 50% я возьму по божеству всего 25%. Итог, да, главы. Постепенно колонии тихо-тихо-тихо под влиянием всех мер быстро перестроились на капиталистический формат. Какие-нибудь там австралийские аборигены, которые жили в Каминной Идеи, их фактически не осталось, да? Фердальные отношения какие-то местные были, допустим, какая-нибудь там индийская колония, да? Фердальные все эти отношения были сжиты. И по факту в колониях на данный момент сейчас тоже повсеместный капитализм. Чем сопровождается капитализм? Ну, во-первых, рабы, да, рабы больше не нужны. Зачем куда-то возить их, охранять, чтобы они не сбежали, кормить их, там заботиться о них. Зачем? Есть много наемных работников, которых можно нанять за копейки, они придут, отработают, уйдут, прибыль себе принесут. Где они там живут, как они там кормятся, какой у них метод обслуживания, это все их проблемы, это не ваши проблемы. Ну, и свободные, соответственно, люди, которые работали на собственных следствах производства, жили собственным трудом, опять же, они были вытеснены капиталистами. За редким-редким исключением небольших таких ниш, где они еще могут найти себе применение. Потому что в современном мире очень сложно жить натуральным хозяйством, да, все-таки хочется интернет, электричество. Все это надо где-то покупать, даже солнечные батареи надо где-то покупать, ты обращаешься к капиталисту, чтобы у него это купить, надо, соответственно, что-то продать. Чтобы что-то с ферму продать, нужно конкурировать с этим же капиталистом, который продает товары гораздо дешевле. Поэтому, что феодоризм, что каменный век, они по факту уже закончились в колониях. И уже во время Маркса и Счерлана из себя, есть там другая работа Энгельса, да, по поводу американских Соединенных Штатов. Когда происходила война северо-юга, это как раз тот самый конфликт. Когда на юге еще жили колонисты более-менее, когда повладение было более-менее еще приемлемо. А на севере уже перестроились, как бы, в европе на капитализм, уже промышленность, уже наемные рабочие. Поэтому конфликт, и вот так американские Соединенные Штаты у нас из колонии превратились вполне в капиталистическую страну. Да, сейчас самая главная капиталистическая страна. Потеснича Англия, куда они все бежали. Австралия, опять же, берем пример из Маркса, опять же, капитализм. И везде в мире, куда мы не посмотрим, уже везде практически капитализм, почти во всех странах. То есть, самбонных колоний нет в Австралии. Вот, на этом первый тон заканчивается. Чуть попозже мы перейдем ко второму тону. А сейчас вопросы есть какие-нибудь по главе у кого-нибудь? По последней. Я думаю, тут просто переход в колонии с капитализмом, с обусловленным территориями, населением. Население растет, опять же, много свободных ирунг, земли на всех не хватает. Куда ты поешь? Если мы возьмем старую Европу, да, там, второй, третий сын дворянина, ему наследство никакого не достается, куда ему идти. Ну, или воеватель, или служитель. Второй был священник, а третий священник, второй служитель. По-разному, как повезет, да, допустим, тот же Черчилль не смог стать графом Мальборо. Там был другой граф Мальборо, поэтому Черчилль пошел чиновником и работал чиновником, а перед этим служил. Ну, вот. Ну, то, как было в Европе, да, с аристократией. А в колониях, ну, вот, второй сын, ну, первый сын фермера, ладно, на земле останется. Ну, заведет свою семью, ему земля достанется. А со вторым сыном что делать? Или участок, твой маленький поле, дробить на две части, и у каждого уже будет в два раза меньше земли, и, соответственно, он будет голодать. Или вашего сына будет на работу гонять. Похожая ситуация была в России, да, опять же, откуда у нас в деревне взялось мелкоземелье, мало земель, извиняюсь, что крестьяне планили, земли не хватало. Вот, поэтому старшему сыну оставалась делянка, а младший должен был там в Сибирь ехать, в Сибирь лес разрабатывать, там пытаться что-то вырастить. Как бы, закономерная ситуация, никуда ты от нее не денешься. Оно было, что в колониях было, чтобы в Европе до этого проходила та же самая ситуация. Опять же, вспоминаю первый том, да, весь предыдущий. Там был пример Англии, когда точно так же местных крестьян сконяли, огораживали и превращали их в наемных работников. И чтобы они не бродяжничали, прославили закон о бродягах. Маркс их тоже прекрасно рассматривает, да, опять же, ловили и в качестве заключенных отправляли в ту же Австралию, где они фактически на уровне рабов и работали на местных капиталистов. Опять же, если ты сбежишь где-нибудь в Австралию, тебя поймают и практически в качестве раба будут к хозяину на работу. Единственное, с той разницей, что там уголовный срок был ограничен, соответственно, там 10 лет пахал положенный тебе срок, а потом уже вернуться или, соответственно, стать свободным, как бы, как-то так. Продолжение следует...